Хотели о перестрелке в селе Урзов с вами поговорить. По сведениям Мариупольского городского совета, перестрелка в селе произошла между кадыровцами и сотрудниками оккупационной российской военной комендатуры. Погибли по меньшей мере четверо российских военных. Есть жертвы и раненые среди гражданского населения. Все это произошло 11 августа. Конечно, оккупанты все засекретили. Поселок закрыли на въезд и выезд. Что на данный момент известно? Сколько мирных жителей погибло? Сколько ранены? И вот из-за чего там началась вся эта стрельба? Если говорить о самом печальном, то погибших семеро гражданских от этого стрельбища среди белого дня на самом деле известны уже все подробности. Все это произошло в одном из кафе в центре Урзуфа. Дело в том, что в Урзуф зашло подразделение Кадырова базироваться недавно. Незадолго до этого, скажем так. И вот один из Кадыровцев оказался в этом кафе. К нему возникли вопросы со стороны военной комендатуры. Потому что то ли он был пьяный, то ли он был под наркотическим опьянением. Неизвестно, естественно. Вел себя неадекватно. У военной комендатуры оккупантов возник к нему вопрос. Возник конфликт, вспыхнул. И он начал автор стрельбу прямо в этом кафе. В итоге то, что там пострадали и убитые оккупанты четверо, то слава Богу, как говорится. Но то, что четверо гражданских убитых, это, конечно, очень печальная история на самом деле. И, наверное, самое тяжелое, что это еще не конец. Потому что этого стрелка остальные Кадыровцы из рук военной комендатуры, что называется, выдернули. Спрятали его там на базе. Они продолжают базироваться в селе Урзов. Собственно, военная комендатура пытается правдами и неправдами выдернуть этого Кадыровца. Ему отомстить за своих погибших товарищей, скажем так. И этот конфликт, он не закончен. То есть мы ожидаем, что с высокой долей вероятности это закончится очередным взрывом перестрелок в том же Урзуфе. Хорошо, если это в этот раз не затронет гражданское население. Но, в принципе, с другой стороны, это очень показательно. Показут реалии оккупации на сегодняшний день. Вот правила игры, полное беззаконие, полная безнаказанность и право человека с ружьем по отношению ко всем остальным. Скажите, еще была информация, что среди погибших гражданских было две девочки, девочки-подростки. Такая информация подтверждается? Да, это действительно так. Это девушки им от 16 до 18 лет, то есть несовершеннолетние. Это правда. Точно так же там и у парня. Это очень печальная история, на самом деле. По последствиям, чудом. Если говорить так, то чудом всего осенью. Потому что это, собственно, самое такое топ-время, когда полно людей. Это выходной день, это центр Урзуфа. Честно говоря, удивительно, что так и мало жертв, и слава богу. Потому что могло бы быть гораздо больше просто на порядок. Удивительно, что человека, который убил, убил 11 людей, да, что они его выдернули из комендатуры и сейчас где-то прячут. Это трудно вообще представить. Кадыровцы. Кадыровцы, парния, это нормальная для них ситуация. Для нас, наблюдая за Мариуполем, вообще ничего удивительного в этом нет. Потому что они творят, что хотят. У них абсолютная индульгенция от всего на самом деле. Если бы в этой ситуации он бы просто убил гражданских, его бы даже военная комендатура не забрала. Скажем так, поэтому здесь за ним охотятся только потому, что тут две стороны пострадавшие, ну три стороны пострадавшие, да, скажем прямо. Украинская сторона в виде гражданских. И все остальные это граждане Российской Федерации, собственно, россияне. Вот когда россияне, тогда начинаются какие-то последствия. Если бы это были просто гражданские украинцы, ну никто бы даже мысли не допустил, что у нас что-то делали. Ну вот факт перестрелки в Урзуфе подтвердил и так называемая глава поселка Иван Топузов. До него дозвонились журналисты, и он подтвердил, что есть жертвы среди гражданских. Правда, сколько он сказать не может. Вот я его даже процитирую. Когда я туда подходил, там работал следственный комитет, меня туда не пустили, сказали, это не ваше дело. Знаете, вот в этом ответе, наверное, все, да. Да? Отношение к обычным людям и вот к этой так называемой администрации. Идите, не ваше дело. Ну, могли бы еще и очередь над головой пустить. Ну, в его случае лучше бы прямо не над головой, скажем прямо. Меньше бы нам потом после войны пришлось бы его по тюрьмам кормить, пока они будут отбывать свое наказание. Ну, это, собственно, марионетки. Ну, чем занята местная администрация, в том числе в Урзуфе? Она, это говорящая головы российской оккупации, они обязаны обеспечивать все то, что необходимо для базирования российских войск. Их в Урзуфе базируется в достаточно большом количестве. Не говоря о том, что там полигон рядом находится, на котором они тренируются. Ну, и, собственно, все остальное, все, что они делают, это грабят, воруют. То, те крохи со стола, которые достаются, вот этот Иван Топузов, который местный гауляйтер, он прославился, и за что он, собственно, получил свое назначение главы поселка, в том числе при оккупационной власти. Он, собственно, ручно заводил российские войска на базу Азова, вывозил оттуда, в том числе помогал, показывал, где здесь просто стадируется форма наших военнослужащих на нацгвардии, которая потом использовалась, в частности, в Мариуполе, не единожды при провокациях, да, особенно на Левобережье. Поэтому, ну, поэтому я говорю, что могли бы очередь пустить, и было бы хорошо, если бы пустили. На самом деле, я думаю, никто никуда не ходил. В общем-то, говорить то, что ему сказали, говорить, хотел бы узнать, узнать. Раз мы знаем, находясь за линией фронта, да, о реалиях, которые происходят там, то и, поверьте, он знает точно, что происходит. Вчера за Азовсталью что-то очень сильно дымило, и большой такой столб поднимался вверх, и вот оккупационные власти сообщили, мол, ничего страшного, просто горит свалка, да. Но наше сопротивление сообщает, что ликвидирована база оккупантов. Ну, свалка, может, для них, конечно, подходящее слово. Ну, хотели у вас вот узнать какие-то детали, что же там произошло? Ну, свалка действительно потом горела, это по времени даже было гораздо позже, во-первых. Во-вторых, оно там физически находится совершенно в другой части города, и ни на одной фотографии именно горящей нет свалки, как бы там россиянам этого не захотелось. Действительно, в районе Азовсталя, так называемого Азовстальского манежа или спорткомплекс Азовсталь, по-разному его называют, в зависимости от того, кто в какое время жил в Мариуполе, там находилась тренировочная база Азовсталя, тренировочная база оккупантов, путем поджога наше сопротивление ликвидировала, долгая работа была перед этим. На самом деле, вчера воспользовались тем, что был День строителя, и все гауляйтеры Донинской области явились в Мариуполь, и Пушелин, Солнцев, там, ну, все, в общем, все верхушка российская, и их марионеток была в Мариуполе, естественно, все структуры, которые в том числе должны были бы охранять по-нормальному, и эту базу, они занимались охраной гауляйтеров. Воспользовались в первую очередь этим. Ну, известно нам точно, что минимум пять легковых автомобилей, минимум три грузовых автомобиля, минимум 12 оккупантов увезли в госпиталь. Пытаемся до сих пор понять, что с ними происходит, выжили, не выжили. И, собственно, само помещение, в котором они базировались, оно, в общем-то, перестало существовать. Поэтому минус база на территории города. Цинки там находились в достаточно большом количестве для стрелкового оружия, не было там боекомплектов, в понимании снарядов. Бомб, мин и так далее. А вот для стрелкового оружия все там было. Моментально потушили ее, насколько это возможно быстро в Мариуполе. А свалка горела, и там даже не было потом ни одной пожарной команды, никто не брал свою тушить, все занимались тушением, в частности, военной базы. Ну, хорошо. А скажите, вот пару часов назад появилась такая информация, что в Юревке под Мариуполем случалась какая-то неприятность в лагере российских захватчиков, тоже там что-то сильно дымит. Есть какие-то подробности? Да, кара небесная тоже какая-то дважды завитала, посетила Юревку. Ну, причем в бывший пионерлагерь или в лагерь детского отдыха, в котором базируются российские военные, называется он «Волна», базируются там сами военные. Умудрились, насколько мы знаем, они туда и семьи свои притащить сейчас с жен, чтобы они на море отдохнули. Россияне туда внезапно что-то пришло в гости. До этого пытались россияне это сбить в районе Запорожской области, в районе Осипенко, видимо. Там сильно работала система ПВО, но, видно, не помогло. Счет идет на десятки убитых и раненых российских оккупантов. Собственно, базы там уже тоже можно считать нет. Хорошо. Боговона такая, она наш избирательного действия. И местное население, гражданских жертв нет. Ну, естественно, взрывная волна была, у кого-то окна все-таки немножко повылетали, но такая оплата за деоккупацию, ничего с этим, к сожалению, не поделать. А с точки зрения наших украинцев, ни одного пострадавшего, гражданских, имеется на вид, думаю, россияне пытались замолчать сначала эту историю, потом, когда поняли, что замолчать невозможно, у них есть стандартная ситуация, можно прямо отследить. Это по каждой нашей Бавовне, которая происходит при Азовщине, по крайней мере, обязательно должна быть раненая девочка. Ни одной девочки еще не показали, ни одной раненой девочки не существует в природе. Но для того, чтобы сказать, ай-яй-яй, Украина бьет по-гражданским, да, вот, думаю, вот эту девочку, это абсолютная ложь. На самом деле больница в Мангуше наполнена российскими военными, тяжелых везут в Донецк, мертвых везут в Донецк. Ну, такой себе кортеж, одним словом. Поэтому, думаю, что, ну, ближе к вечеру будем знать точные цифры, плюс-минус. В прошлый раз было большое попадание тоже в Юрьевку, больше ста оккупантов одновременно там было ликвидировано. И вот те, кто базируется на этой базе Волна, это часть тех, кого переместили, когда расчищали вот ту базу из тех, кто выиграл, да. Часть рассортировки российских военных, которые базируются в Юрьевке, и их и сейчас там базируется достаточно большого количества. Поэтому мы будем надеяться, что, может быть, после этого их оттуда начнут убирать. Ну, правда, с другой стороны, куда им убирать? Хотели спросить о передвижении врага на мариупольском направлении. Перебрасывает ли новую дополнительную технику, живую силу? Ну, последнюю неделю, можем сказать, что значительно стал, замедлился переброска, упал поток в сторону, из России в сторону бердянского направления едет вообще не так много. На самом деле едет в основном грузовики с боекомплектами, едут топливозаправщики, едут, немного едет живой силы, видели до этого переброску с Таврийского направления через Мариупольский район на север Донецкой области. Вот там ехала техника, техники практически нет, не заезжает со стороны России, поэтому там перемещение есть, но активного не видим. Видим, сегодня начали нам поступать такие осторожно приятные сигналы о том, что в Мариупольский район видят, что с запорожского направления заезжают грузовики, наполненные бытовыми вещами оккупантов, и оккупанты стали поговаривать, что они отходят с первой линии обороны. Учитывая эту ситуацию, о чем говорит наш генеральный штаб, да, ну в принципе можно ожидать, что, ну очень бы нам хотелось, что это вот начало там момента, когда дрогнул фронт, и линия фронта может вот-вот посыпаться, и, ну предвестники этому все есть. В Мариуполе с очередной проверкой побывал заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, он открывал школу и вручал какие-то награды строителям, да, но вот зрителям этот персонаж больше знаком по громким скандалам, связанным с роскошной жизнью, и его, и его жены, там все, яхты, бриллианты, вечеринки там за пару миллионов. Деньги откуда у этой семьи? Иванов курирует в Минобороны строительства. Как вы полагаете, вот в Мариуполь, зачем он приезжает, кажется, последний раз в июле был, да, попиариться, и вот все эти скандалы перекрыть? Я думаю, попиариться и проконтролировать, чтобы кроме него никто больше ничего не украл, потому что монопольных застройщиков и вообще в Мариуполе панует царит монополия на все, да, и в значительной мере она принадлежит именно Министерству обороны, и той ветке, которую курирует посетивший нас господин, они строят, они имеют отношение к вывозу зерна из Мариуполя, к работе порта, то есть, ну, отовсюду торчат их уши в том или ином виде. Вот он для этого, собственно, и приезжает, да, посмотреть на место, ну, что происходит. Их два, есть еще вице-премьер российский, который постоянно ездит, в общем, они на пару там, по-моему, делят город, на самом деле, и, ну, никакой другой в этом причины нет. Почему новую школу, новую школу на День строителя, это Министерство обороны строит все тот же Невский, жалко, что он не открыл ту часть, не показал, да, прошелся, которую они уже сдали, где здесь живут люди, где достаточно длительное время нет воды, потому что качество стройки такое, фундаменты не выстаиваются, просели, передавили трубы, которые обеспечивают водопостачание, ну, поставку воды в эти дома, и теперь в новых совершенно домах у людей нет воды, и срочным порядком там теперь это все дело ремонтируют. Ну, почему так происходит, тоже понимаем, потому что слишком хорошая жизнь господина Иванова. Откуда деньги? Деньги в том числе за счет, к сожалению, наших мариупольцев, их комфорта и их замены на разрушенное этими же россиянами жилье. Давайте вместе с нашими зрителями как раз одно видео посмотрим. Вы у себя его в телеграм-канале опубликовали. Попрошу режиссеров показать. Да, видео снято просто из окна автобуса. Это Таганрогское шоссе Левобережного района. Сначала вот там идут частные дома, полностью разбиты, разрушены, там заправки, школы, а затем появляются вот и многоэтажки, черные, обгоревшие. Вот это и есть, да, настоящее лицо города. Вот сюда московские гости, наверное, точно не заезжали, как вы полагаете? Ну, точно нет. Потому что, ну, что тут делать-то, собственно, да, тут правда. Тут то, что российская пропаганда всех мастей, всех уровней пытается сказать, что такого в Мариуполе нет, что украинская сторона это все монтирует, показывает, собственно, почему мы начали по договоренности с нашими людьми, с нашим спротовым выкладывать такие полные видео, снятые из транспорта. Да, это просто видит человек, и тут нет ничего, ни одного монтажа, ни склеек, абсолютно реальный звук, оно поэтому достаточно длинное, для того, чтобы показать, как оно есть. Вот это реальное лицо Мариуполя, Левобережный район, сегодня прошел больше года оккупации, собственно, и вот мы такое видим. И вот по этой дороге, что примечательно, нет ни одной российской оккупационной машины, которая заезжает в город, которая бы не проехала эта дорога, ее просто не существует. Вот та точка, откуда начинается съемка, ну практически, да, это точка разъезда, где делятся дороги для того, чтобы в разные части города попасть, для того, чтобы попасть в разные направления, там, например, в Никольский район, там, или там, в село в Розовку, в Запорожскую область, или в Бердянск, вот тут оно дробится. И поэтому это видят все, это видят каждый, кто едет по дороге в Крым, это видит каждый, кто едет по дороге из Крыма. Такая правда. Да, я хочу еще сказать, здесь вообще нет монтажных склеек, вот как все есть, так и есть. Вот как люди, да, сели в автобус, вот как они все это видят. Хотела еще спросить, много пропагандисты рассказывали о том, что они вот-вот начнут восстанавливать аэропорт в Мариуполе, даже какие-то вот планы показывали. И сегодня на заседании правительства в России сказали, что да, мы начнем, но не раньше, 26-го года. Да, вот о чем это говорит? О том, что они уже, в принципе, на чемоданах сидят? Это говорит, ну, я надеюсь, и о чемоданах в том числе. Но в первую очередь это говорит о большой лжи. Мы одновременно с этим и не сказали, что, в принципе, Донецкий аэропорт возможно восстановить, да. Все мы знаем, что он разрушен полностью, абсолютно, еще 14-15 год. Но, тем не менее, по их словам, он вообще, в принципе, существует. Да, то же самое история с Мариупольским. Ровно полгода назад тот же самый Марат Кснулин на таком же совещании, приезжая в Мариуполь, сказал, что в 25-м году точно будут летать самолеты и садиться гражданские самолеты в Мариупольском аэропорту. В 24-м году аэропорт будет восстановлен, в 25-м будут садиться самолеты. Сегодня мы уже слышим, что в 25-м мы только начнем, возможно, его восстанавливать. Но, на самом деле, переваря с русского на цивилизованный, с русского чиновничьего, по крайней мере, пропагандистского на цивилизованного, это примерно значит никогда, в общем-то. И тут даже не просто вопрос деоккупации, а просто никогда. Потому что то, что мы видим в городе, мы видим, как консервируются стройки, консервируются ремонты, о том, что заканчиваются, по сути, деньги. Опять же, в Министерстве обороны они остаются, потому что кто-то должен обогатиться за этот счет. В людях, которые получили для того, чтобы строить ипотечное жилье за счет федерального бюджета, эти деньги есть, у всех остальных нет. И поэтому идет консервация, уже пошли перебои даже для российских строителей, которых они привезли, которые едут. Там пошли перебои с выплатой зарплаты. Поэтому, ну, какой аэропорт? Не будет там никакого аэропорта. А вот режиссеры говорят, есть фотографии аэропорта, как он сейчас выглядит. Да, вот. Покажем зрителям, как сейчас выглядит. Ну, и не собираются они его восстанавливать, это уже понятно. Не собираются. Аэропорт они видят, в отличие от этой дороги, да, они не могут не видеть аэропорт, потому что до сейчас они сажают вертолет на вертолетной площадке, собственно, на части в аэропорту. И потом их везут там недалеко, собственно, до этого Невского, в кавычках, да, Клятого. Вот, они обязательно, они видят это здание, они, я думаю, заходили внутри. Внутри в этом здании аэропорта уникальная мозаика Арнаутова, одна из немногих, которые остались целы в городе, в принципе. Но, учитывая, как они из дома с часами поступили. Да, вот видно мозаику тоже, да. Уникальная мозаика. Просто каждая мозаика Арнаутова, долгая история, да, каждая мозаика, например, которая находится на территории Соединенных Штатов Америки, вызнана национальным достоянием Соединенных Штатов Америки. То есть это говорит об уровне монументалистов, уровне художника мариупольского, который работал в США, потом вернулся, там долгая странная история, но тем не менее. Вот она и есть. Но отношения русских к этому мы видим, да. Наверное, апофеозам вообще отношения, это есть всего переименование улицы Куинджи, теперь опять снова улицу Артема, как она была при Советском Союзе. То есть вот их отношения к настоящей части украинской культуры в период империализма. И, собственно, я думаю, к сожалению, что мозаику Арнаутова, мозаики, которая находится не одна в городе, ждут, наверное, вот такая вот история, как и дома с часами, к сожалению. Над проходной мариупольского комбината имени Ильича над воротами появился такой баннер с портретами Кадырова, Путина и Пушилина. Ниже еще один баннер, там написано «Ахмад Сила». И вот, как сообщает российский ресурс The Moscow Times, Кадыров отжал себе комбинат, если в конце вот текущего года контроль над половиной предприятия получил предприниматель Валид Корчагина, то теперь его совладельцем, скорее всего, стал Кадыров. Что вы думаете вот по поводу этой информации? И с Кадыровым кремлевские власти вот таким образом рассчитываются? Да, это и есть контрибуция, да, собственно, за оккупацию города. Они принимали участие в оккупации, хоть большую часть, как в ТикТок ВСК, но, тем не менее, вот легализация, оккупация, медийная, затирание истории с нашим огромным количеством жертв – это все заслуга Кадырова, абсолютной кадыровца. То есть они свою медийную функцию выполнили и, в частности, за это получили, опять же, не забываем, за гранатрядами, которыми они были при штурмах ДНРовцами Мариуполя. За это они получили в награду завод, насколько я помню, там, совладельцем или же основным владельцем. Изначально был Данимханов, в общем-то, а теперь просто частка отошла к кому-то из кадыровцев. Это, если говорить о юридическом оформлении, а, по сути, они там безраздельно влавствуют с первого дня, они там базируются на территории комбината, они режут его на металлолом. Ну, это их. И не зря Мариуполь условно стал, да, там, городом-побратимом с Розным. Опять же, это продолжение всей этой же истории. Это, вот, знаете, там, пометить город как собственную вотчину, вот, вассалитет такой. Поэтому, да, то, что вот это появилось, опять же, мы понимаем, что притоманным кадыровцам во всяких отношениях. Их завод, местами их город, большими местами, они его вырезают, они его, ну, просто домародерят до конца, к сожалению. Да, вот вы упомянули, что для Мариуполя, которые россияне уничтожили помбами и ракетами, они придумали город-побратим, да, и вот это грозно. Столица Чечни, разрушенная в 95-м, да, и Мариуполь, разрушенная Россией в 22-м, и вот они стали городами-побратимами. Это вообще зачем? Как это понять? Ну, опять же говорю, да, там никто о символизме не задумывался. Я вообще, в принципе, задумывался, ситуация сложная. Это банальная маркировка города как часть принадлежности в отчины кадырова. Все, ничего другого за этим вообще не существует. Поэтому у города Мариуполя в оккупации два побратима на сегодняшний день русских. Это Санкт-Петербург, который тоже зарабатывает, бегло губернатор Санкт-Петербурга на Мариуполе, и кадыров, которые зарабатывают на Мариуполе. Они зарабатывают по-разному, бегло воруют на Мариуполе из российского бюджета, а кадыров воруют остатки того, что осталось после Украины. Вот это единственная разница между ними. Но вот этот водораздел, грубо говоря, раздел Мариуполя между сферами влияния закреплен вот этим вот псевдопобратимством. Все, ничего там больше, ни символизма, ни каких-то там высших целей там не существует. Просто, знаете, поставили тавро, это мое. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии, пояснения, за то, что находите время. Включайтесь в наш эфир. Зрителям напомню, Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, был в эфире «Фридома». Спасибо. 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 Спасибо.